всем добрый вечер сегодня у нас в гостях уже известны многим нашим слушателям Евгений Бакин напомню что Женя является сотрудником первого медицинского института и сегодня он как раз расскажет нам о том как команда врачей и научных сотрудников из первого меда создали программу которая с достаточно высокой точностью оценивает текущее состояние пациента с ковид-19 используя всего лишь стандартные анализы припринт этой статьи уже опубликован и он прикреплен к посту с информацией у Жениной лекции у нас в контакте поэтому все желающие могут ознакомиться с ним в любой момент ну а сегодня у нас есть чудесная возможность узнать все об этой программе прямо из первых рук поэтому Женя передаю тебе слово добрый день уважаемые коллеги спасибо за предоставленную возможность рассказать о наших разработках такой достаточно широкой аудитории вот поэтому не будем откладывать итак в нашей в нашем исследовании мы постарались вычислить основные маркеры тяжести состояния пациентов с ковид-19 и те результаты которые мы получили они были они были сформулированы и опробированы в течение первых двух волн пандемии то есть это период условно с апреля по июль 2020 года и с ноября по февраль 2021 года итак ну я по образованию информатик поэтому для меня пандемия началась как не только пандемия вирусная но и пандемии информации ну вот на этой картинке которая уже к сожалению устарела но все равно отчетливо показано тот шквал информации которые начал появляться в открытых источниках в реферируемых базах данных в различных журналах посвященных к вид-19 этот график был построен для весны 2020 года если построить такой же график но уже на сегодняшний день видно что эта тенденция к росту взрывному росту числа публикаций как повышается так усугубляется вот поэтому ничего удивительного нет в том что врачи то есть люди которые оказались на передней линии этой мировой проблемы они оказались они в общем-то в какой-то момент стали утопать в обилии информации зачастую противоречивой зачастую недостоверной зачастую откровенно фальсифицированной и какие-то из этой информации было крайне трудно выцепить какие-то реальные какие-то реальные мотивы какие-то реальные рекомендации по тому как курировать пациентов с ковид-19 ну естественно помимо медиков и биологов в работу активно включились и представители из других сфер в том числе и информатики и основные направления в плане борьбы с ковид-19 с точки зрения информационных технологий стали развитие телемедицины то есть возможность осуществления дистанционного контроля пациента состояния пациента возможность оказания удаленных консультаций так всего такого прочего разрабатывались отдельные системы которые по эпидемиологических данных прогнозируют развитие обстановки в регионе как по которым программа с помощью которых можно предсказать как где будет вспышка в следующий момент времени сколько будет больных насколько будет перегружены госпитали в этом регионе и так далее более сложные системы более сложные системы прогнозировали непосредственно развитие социально-экономической обстановки связаны в связи с пандемией они предсказывали падение количества рабочих мест падение реальных доходов населения и так далее ну и конечно четвертая область это непосредственно то чем будет посвящен сегодняшняя наша встреча это система поддержки принятия решений для медицинских работников то есть это специализированное специализированное программное обеспечение которое получив на вход какой-то объем информации о пациенте может подсказать медицинскому работнику насколько тяжело состояние пациента насколько он требует какого-то отдельного отдельного внимательного отдельного ухода и вообще какие риски летального исхода у этого пациента эти системы поддержки принятия решений были тем более актуальны что госпитали были госпитали были сильно перегружены да во время по крайней мере во время пиковых точек первых двух волн на работу в этих центрах привлекались медицинские работники не имеющего раньше не имеющего раньше опыта работы с инфекционными больными и вот это вот такая тотальная перегрузка она конечно диктовала то что врачам надо как-то помогать и в том числе помогать им каким-то советом полученным с помощью методов статистики во многих системах поддержки принятия решений которые были опубликованы в них используется примерно следующая схема работы выделяется некоторая формальная точка принятия решения который может быть достаточно произвольной по своей природе это либо момент первичного выявления ковид либо момент поступления в стационар либо момент поступления в реанимацию либо момент например развития острой дыхательной недостаточности то есть любая некоторая формальная точка которая в которой врач обычно принимает какое-то решение выделяется некоторый горизонт предсказания то есть время на которое мы хотим попытаться предсказать дальнейшее развитие болезни у пациента и формулируется некоторое событие это может быть если точка принятия решения это первичное выявление ковида у пациента то с предсказываемым событием например может быть госпитализация то есть мы хотим понять какой вероятностью ему его придется госпитализировать если пациент уже в стационаре то предсказываемым событием может быть например перевод в реанимацию а если он уже в реанимации то перевод на ивл или С математической точки зрения особо большой разницы нет между тем, что это за точка принятия решения и что это за предсказываемое событие. И вот в рамках данной парадигмы, которая представлена на этой слайде и которая, по сути, помогает врачу осуществить сортировку пациентов, так называемый триаж, в рамках этой парадигмы было написано большое количество разных работ. Вот тут несколько я перечисляю на слайде, на самом деле с того момента, как я эти слайды готовил, их появилось еще примерно два раза по столько же, поэтому эта информация постоянно обновляется, устаревает и обновляется. Вот некоторые основные работы, которые посвящены созданию подобного рода прогностических каких-то систем. При прочтении этих работ сразу возникает желание процентировать Циньши Фуанди, его знаменитую цитату про 100 школ и 100 цветов. Дело даже не в странных происхождении авторов большинства из этих работ, а в том, что предлагаемые модели, предлагаемые рекомендации, которые изложены в этих работах, они очень сильно отличаются друг от друга. И в некоторых случаях они даже зачастую друг другу противоречат. Например, вот одна из первых работ, которая появилась на эту тему, в ней выделяется семь основных биомаркеров, достаточно понятных для врачей, которые действительно часто используются на практике. И авторы показали, что использование такого прогностического индекса, основанного на этих семи биомаркерах, позволяет предсказывать смерть у пациента с точностью 70-80%. Другая статья, вышедшая примерно в то же время, способна сделать примерно то же самое всего по четырем биомаркерам, которые, с одной стороны, частично пересекаются с предыдущими, но при этом не тождественны. И точность тоже достигает 80%, и она способна почувствовать приближающийся летальный исход за пять дней до него. В следующей статье авторы пошли еще дальше. Они остановились только на трех биомаркерах и уже достигли на них точности 90% за 10 дней до исхода. Вы понимаете, что, конечно, китайские госпитали сильно могут отличаться друг от друга, но четыре биомаркера обеспечивают точность 80% за пять дней до исхода, и три биомаркера обеспечивают точность 90% за 10 дней до исхода. То есть сразу видно, что что-то здесь не так. Видимо, какие-то очень разные постановки вопросов здесь, совсем разные условия, и непонятно, кому непосредственно надо верить. Ну и дальше всех пошли авторы следующей публикации. Они сказали, что, в общем-то, все это ерунда. Достаточно одного биомаркера. Это нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, то есть отношение количества нейтрофилов к количеству лимфоцитов. И этого одного достаточно для того, чтобы обеспечить точность 80%. И, конечно, когда видишь такое обилие различных, отличающихся друг от друга результатов, хочется разобраться, что же происходит. И основные причины в этих различиях следующие. В разных госпиталях есть разная практика ведения пациентов. Некоторые госпитали берут к себе лечение более легких пациентов, в то время как другие госпиталя специализируются больше на лечении пациентов тяжелых и с какими-то коморбидностями. Дальше в разных госпиталях, в разных странах разные есть критерии перевода пациента в реанимацию. Поэтому, если прогностическая шкала предсказывает риск попадания в реанимацию в одном госпитале, совершенно не факт, что такого пациента переведут в реанимацию в другом госпитале. Набор доступных лабораторных тестов, которые были у исследователей, они различаются. Соответственно, факторы тоже будут различные, приниматься в расчет. Ну и, соответственно, очень такая большая проблема в первую волну – это перегрузка реанимации. Соответственно, это довольно сильный фактор, который тоже, в свою очередь, влияет на то, будет пациент мгновенно переведен в реанимацию или позже, или вообще не будет переведен. То есть, такие возникают чисто организационные факторы, которые способны очень сильно исказить картину и, соответственно, снизить ценность того или иной прогностической шкалы. В общем, достаточно быстро это поняв, мы поняли, что… А, да, ну и такой не могу не процитировать. Очень хорошая была опубликована обзорная работа, одна из первых, в которой рассмотрены все существующие прогностические шкалы, которые были на тот момент. И в них был основной вывод, приведен на этом слайде, что во всех моделях очень большой риск систематических искажений. Все почти опубликованные работы оперируют нерепрезентативными выборками. Модели переобучаются, отчеты по ним скудные и не позволяют, на самом деле, понять, можно ли применять эту шкалу в наших конкретных условиях. Калибровки модели тоже осуществляется достаточно редко. В общем, после всего этого мы сделали следующий вывод о том, что в силу того, что в разных госпиталях различные условия, и статьи, в общем-то, достаточно скудно описывают то, как эти модели были получены, то на самом деле переиспользовать чужие модели практически невозможно. И мы достаточно быстро поняли, что системы поддержки принятия решений должны быть локальными. То есть у нас есть свой госпиталь, в котором есть развитая медицинская информационная система, в которой хранятся данные по пациентам, поэтому целесообразно делать некоторую модель, которая будет в первую очередь помогать нашим врачам с принятием решения. И, соответственно, она будет учитывать специфику именно нашего госпиталя. А если в итоге получится, что она еще и применима в более широком спектре условий, ну, это будет совсем замечательно. В чем основные проблемы, которые возникают, когда мы хотим создать некоторую свою прогностическую шкалу? Вот поговорим о том, как бы это выглядело в идеале, и как это происходит в реальном мире. Вот эта аббревиатурка ML, это расшифровывается как Machine Learning, то есть алгоритмы машинного обучения, которые, собственно, часто используются при построении шкал. Как бы мы в идеале хотели видеть данные, на основе которых мы можем построить ту или иную прогностическую шкалу? В идеале мы бы хотели, чтобы каждый день, ну, или с каким-то постоянным интервалом у пациента брался бы некоторый унифицированный перечень анализов, так, чтобы на каждый день мы знали точное значение СРБ, ЛДГ, лимфоцитов, лейкоцитов, в общем, всего того, что отражает состояние пациента. Но в реальности происходит совершенно не так. Мы начинаем наблюдение за пациентом, и врач назначает ему некоторый первичный набор анализов. Дальше, ознакомившись с этими результатами, врач назначает следующий набор анализов, который может отличаться от первого, и так далее, и тому подобное. Таким образом, в любой момент времени, в какой-то точке временной, на самом деле разные анализы, сданные пациентом, обладают разной релевантностью. То есть какие-то были сданы недавно, и мы их хорошо знаем, какие-то были сданы давно, и они достаточно устарели. И сама номенклатура этих анализов, она меняется в течение госпитализации. На старте нужно одно проверять, в конце другое. Соответственно, вот этот набор анализов, которым мы обладаем, на основе которых мы должны строить какие-то модели, он вообще-то зависит от личного мнения лечащего врача, который ведет этого пациента. И таким образом, вот, например, на данном слайде представлена картинка, в которой показано, сколько анализов бралось на входе в госпиталь, в первую, простите, не на входе, в первую неделю госпитализации у тех или иных возрастных групп. То есть мы видим, что пациенты пожилые обследованы гораздо больше, по большему количеству разных анализов, нежели пациенты молодые. Таким образом, если мы будем пробовать строить некоторую универсальную модель, в ней может не найтись для молодых пациентов каких-то данных, потому что они, например, в этой больнице для молодых не берутся вовсе. Вот это такая существенная трудность, заключающаяся в том, что разным пациентам назначают разные группы анализов. Поэтому модель, в общем-то, наша, даже если мы очень постараемся ее построить, она будет невольно повторять субъективный выбор врачей, которые назначают эти анализы. И, возможно, их какие-то стереотипы, которые не всегда могут быть правильными. Таким образом, необходимо, во-первых, попытаться, может, ограничить перечень анализов, на основе которых страивается шкала, но так, чтобы этот перечень был более-менее универсальным. А второе, конечно, необходимо подробное тестирование полученной модели на разных категориях пациентов. Следующая проблема, которая такого тоже организационного плана, которая касается применения модели, шкалы какой-то, она заключается вот в самой этой постановке. Дело все в том, что вот эта точка принятия решения, она не всегда твердо привязана к течению болезни. Например, если у нас точка принятия решения – это момент поступления пациента в стационар. Мы можем столкнуться с очень-очень разными пациентами. То есть у нас есть некоторые пациенты, которые до последнего стараются… Точнее, наоборот, есть некоторые пациенты, которые очень за собой следят, и при первом же недомогании они бегут в больницу и пытаются получить лечение. Есть, наоборот, пациенты, которые боятся врачей, и которые поступают в больницу уже, когда они совсем в плохом состоянии. Таким образом, эта точка принятия решения, она на самом деле может приходиться на разные клинические, на разные временные точки развития заболевания. И это, в свою очередь, может привести к следующему парадоксальному эффекту. Вот смотрите, на этом графике показана динамика прокальцитонина у пациентов нашего госпиталя, которые лежали в первую волну, по дням. Вот правая граница в графиках – это день наступления исхода. Соответственно, левый график – это состояние для выписавшихся пациентов, значение прокальцитонина для выписавшихся пациентов, в правом – для умерших. И мы видим следующую интересную картинку. В целом, мы видим, что при приближении к исходу значение прокальцитонина падает у тех, кто выписался. Это понятно, они излечиваются от инфекционных заболеваний, прокальцитонин падает. А у тех, кто умер, уровень прокальцитонина в среднем растет при приближении к времени исхода. Но сам график, он на самом деле не очень линейный. То есть, например, примерно за 2 недели до исхода у многих пациентов наблюдалось повышение уровня прокальцитонина, связанное, например, со вторичным бактериальным осложнением. После чего их начинали активно лечить антибиотиками, и уровень прокальцитонина мог упасть. И за 7 дней, например, до исхода он мог быть и пониже. Причем, например, на таком уровне, как за 3 недели до исхода, когда пациент еще был в более-менее нормальном состоянии. Таким образом, в какой-то временной точке уровень прокальцитонина является хорошим маркером приближающегося исхода, например, за 15-17 дней. А уже за 7 дней до исхода он может и не быть хорошим маркером, потому что он там может быть вполне в нормальном состоянии из-за как раз проводимой перед этим антибактериальной терапии. Соответственно, вывод, который можно сделать отсюда, он заключается в том, что очень важно внимательно оценивать временную динамику исследуемых показателей. И если мы, воспользовавшись стандартным подходом, принимаем решение в момент поступления пациента, то мы рискуем нарваться на следующую проблему, что у разных пациентов разные сроки заболевания, и, соответственно, для разных пациентов разные маркеры будут в состоянии актуальными. А мы вроде как хотим сделать некоторый универсальный набор маркеров. Поэтому очень важно изучать временную динамику всех этих показателей, а не просто значение показателей на момент поступления. Соответственно, эта работа была нами проделана. И, в общем-то, практически для всех показателей, которые мы смогли выудить из нашей медицинской информационной системы, мы построили следующие диаграммы. Вот здесь изображены бокс-плоты для пациентов, которые со значением того или иного показателя, для пациентов, которые выжили и были выписаны, и тех, которые умерли. В данном случае точка 0, которая изображена в правой части диаграммы, это точка исхода. Для умерших это смерть, для выписавшихся это момент выписки. И мы можем рассмотреть последние 10 дней до исхода и посмотреть, что происходило с тем или иным показателем. Мы видим, что есть некоторые показатели типа АЛТ, которые практически не отличаются между умершими и выписавшимися, и они, более того, никак почти не изменяются при приближении исхода. А есть показатели типа АЧТВ, которые очень сильно реагируют на то, что происходит с пациентом. Мы видим, что показатель АЧТВ и АПТВ, он нарастает практически линейно при приближении к летальному исходу. То же самое можно сказать про креатинин. Чуть менее выражено, но тоже наблюдаемо у билирубина и у додимера. В общем, бывают и другие немножко паттерны поведения. Это, например, то, что связано с общим белком. То есть мы видим, что общий белок у пациентов, у которых все хорошо, он практически остается на постоянном уровне, на уровне 70, а у пациентов, у которых приближается летальный исход, он падает. В общем, таким образом для каждого показателя мы можем примерно понять, что происходит в группе выживших пациентов и в группе умерших пациентов. И таким образом мы можем для каждого анализа вычислить некоторое пороговое значение, превышение или, наоборот, принижение которого говорит нам о приближающейся летальном исходе. Более того, разные показатели имеют разную прогностическую силу. Мы, например, видим, что, как мы видели на предыдущей картинке, например, билирубина тоже повышается у пациентов, которые умерли, но не так выражено, как, например, АЧТВ, и не так выражено, как додимер, не так выражено, как различные динамиков в общем белке. Таким образом, каждый показатель, мы можем оценить его ценность в качестве прогностического фактора, мы можем оценить по двум критериям. Первое – это точность, то есть насколько выражена динамика у пациента, а второе – это дальность прогнозирования, то есть за сколько времени до исхода данный показатель выходит в какую-то критическую область. Таким образом, для всех анализов, которые мы рассматривали, мы их нанесли на следующую карту. По оси Х отложено среднее время до исхода, за которое данный показатель выходит в какую-то критическую область. А по оси У отложена информативность, то есть с какой точностью данный показатель способен нам предсказывать то или иное, предсказывать событие. То есть дальность прогнозирования и точность прогнозирования. В перепринте вы можете ознакомиться с тем, как был сформирован этот вес, который отложен по оси У, то есть как он высчитывается. Сейчас просто пока можно ограничиться тем, что чем вес выше, тем показатель более информативный, тем более точно он способен предсказать летальный исход. Таким образом, мы видим, что у нас есть предсказания, которые срабатывают очень задолго, но при этом не обладают большой точностью, например, моноциты. Есть показатели, которые достаточно точны, но при этом срабатывают только за 6 дней, за небольшое время до исхода. Поэтому для дальнейшего анализа мы взяли те показатели, у которых дальность прогнозирования не меньше недели, и у которых точность выше некоторого порога, равного 3. Ну, опять же, при принте можно ознакомиться с тем, как этот порог был выбран. В конечном итоге в наш индекс было взято всего 9 показателей, причем это показатели, которые рутинно собираются, наверное, во всех больницах мира, то есть которые должны быть известны для пациентов. Итоговый индекс выглядит следующим образом. Для каждого из 9 показателей был введен некоторый порог, соответственно, есть показатели, у которых превышение порога является таким настораживающим маркером, а есть показатели, у которых падение ниже какого-то значения является таким предвестником ухудшения. Соответственно, гемоглобин и общий белок, их падение является плохим прогнозистическим событием, а у всех остальных превышение порога, то есть слишком высокие лейкоциты, слишком высокое ЦРБ, АЧТВ является критерием ухудшения. Соответственно, в зависимости от того, насколько эти параметры точны, за каждый из них мы начисляем некоторый балл от 3 до 6. В этом смысле самый точный оказался общий белок, обладающий самой большой информативностью, и падение которого ниже уровня 61 является очень-очень настораживающим событием. И суммарный балл, суммарный индекс, который выставляется по нашей шкале, равен 36. То есть 36 – это очень-очень тяжелое состояние, когда практически все органы отказывают и не работают. 0 – это когда все-все в порядке, можно, в принципе, по поводу данного пациента не волноваться. Соответственно, 36 баллов – это некоторый максимальный порог. И нашей задачей было проанализировать, как будет зависеть точность прогноза в зависимости от выбранного порога принятия решения. То есть, например, 14 баллов – это много или мало, 18 баллов – это много или мало. Таким образом, мы можем выбрать некоторый формальный порог и посмотреть, какова будет специфичность и чувствительность этой шкалы при таком выбранном пороге. Соответствующие графики приведены на этом слайде. То есть мы видим, что чем больше порог принятия решения мы выбираем, тем, соответственно, чувствительность становится меньше, тем больше специфичность. И примерно при значении порога эти графики были построены и по тестовой выборке, собранной во время первой волны, и для валидирующей выборки, которые были построены для второй волны. Мы видим, эти графики, в общем-то, не сильно друг от друга отличаются. И при пороге принятия решения где-то от 10 до 20 и чувствительность и специфичность составляют не меньше 90%. То есть это достаточно хорошие показатели. И, собственно, от порога принятия решений будет зависеть та дальность прогнозирования, о которой мы говорили вначале. То есть если мы выбираем порог принятия решений где-то на уровне от 10 до 20, то дальность прогнозирования у нас будет в среднем не меньше недели. То есть мы не меньше недели будем до исхода уже сможем с высокой точностью этот исход прогнозировать и принять какие-то экстренные меры. Для того, чтобы еще больше упростить использование этого порога, мы разбили значения от 0 до 36 на 5 интервалов с помощью четырех граничных значений – 9, 14, 19 и 24, каждый из которых соответствует своему риску, своему шансу, риску летального исхода. Соответственно, если отношение рисков, если выбрать за порог 9, то отношение вероятности смерти к вероятности исцеления 1 к 100. То есть если набрано меньше 9 баллов, это очень низкий риск, и это очень низкий риск, и пациент не вызывает каких-то особых опасений. От 9 до 14 – здесь уже отношение шансов 1 к 25 – это низкий риск. Мы посчитали, что это низкий риск. От 14 до 19 – шансы 1 к 5, то есть это уже заставляет напрячься. А больше 19 – это зона высокого риска, в котором риск достигает, шанс достигает 1 к 1. То есть вероятность смерти и жизни 1 к 1, ну и очень высокий риск, больше 24 баллов, там, где вероятность смерти уже больше, чем вероятность исцеления. Соответственно, отслеживая ежедневно текущее состояние пациента по этой шкале, мы можем понимать, например, этот пациент ухудшается или состояние его улучшается. Мы также можем отслеживать различные реакции этого пациента на ту или иную терапию, которую мы назначаем. И вот здесь вот на этой картинке приведены случаи трех пациентов. Это просто пример таких типичных графиков, которые мы в своей системе строим для пациентов. Когда, например, у пациента начинает ухудшаться состояние, в точке 1 мы назначаем ему некоторую терапию, чувствуя, что он ухудшается, его состояние чуть-чуть улучшается, потом снова ухудшается, причем достаточно быстро. Приглашается реаниматолог на консультацию, назначается дополнительная терапия, его состояние улучшается, ну и так далее. Таким образом, такие графики, построенные по значению прогностической шкалы, они очень удобны в клинической работе, так как позволяют в режиме реального времени отслеживать, что же происходит с пациентом. Улучшается он, ухудшается, и более того, каждое значение балла привязано к определенному шансу летального исхода. То есть мы это тоже можем в режиме реального времени контролировать. Для обеспечения некоторого удобства работы данная шкала была интегрирована в местную информационную систему. Таким образом, врач или заведующий отделением, зайдя в эту систему, может сразу понять на каждом отделении, сколько пациентов в какой зоне риска пребывает. И щелкнув там на ту или иную клетку, можно развернуть список тех пациентов, которые в настоящий момент находятся в том или ином статусе. В общем, на сегодня все. Я кратко рассказал про ту шкалу, которую мы создали, и с помощью которой мы сумели хоть чуть-чуть, но облегчить жизнь врачей во время второй волны пандемии. И на данном слайде представлен список моих коллег, которые нас всячески консультировали и помогали во время этой разработки, без которых бы эта шкала совершенно точно не получилась бы. Все. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое, Женя. И, наверное, сегодня мы не будем ждать вопросов. Если они у вас появятся, вы, как обычно, можете писать их либо в комментариях ВКонтакте, на Ютубе, в Инстаграме. Вот, просто сегодня, завтра довольно насыщенные дни. Во-первых, завтра начинается интенсив по медицинской статистике, о которой как раз идут Женя Бакин, Оксана Станеевича, которых вы знаете, и команда других ведущих специалистов в области медицины и статистики. Еще, наверное, хотелось бы сказать, что всех ждем вас на конференции 15 апреля. Она будет интранслироваться. Если вы хотите сразу получать ответы на свои вопросы, то заполняйте регистрационную форму, и мы пришлем вам ссылку на Zoom-конференцию. И, наверное, последняя новость – это то, что у нашего коллеги-биолога открывается фото-выставка в галерее Борей. Биологи достаточно разносторонние люди, как вы видите, поэтому наверняка вам будет интересно посмотреть на старый Петергоф глазами биолога. На этом, наверное, сегодня все. Женя, еще раз большое спасибо тебе за лекцию. Это было очень интересно. Спасибо за приглашение. Да, хотел сказать, что, коллеги, мы готовы своими разработками делиться, мы готовы их обсуждать онлайн, оффлайн, как угодно. Если нас слушают врачи, которые работают непосредственно с ковидом, которые работают в больницах с ковидом, то мы готовы всячески помочь вам тоже какие-то подобные алгоритмы разработать и помочь вам их применить в вашей практике. Ну, мои контакты вы можете найти через страничку Верион. Да, с удовольствием поделимся контактами Жени. Еще раз спасибо. И, надеюсь, еще увидим тебя в Верионе. Ты теперь самый почетный, между прочим, лектор. Спасибо большое за приглашение. Всегда приятно у вас уступать. Еще.